В Ульяновском зоопарке ожидают прибавления. На этой неделе к нам приедет рысь из Водчины Деда Мороза. Как идет подготовка к приему нового жильца и как зимуют ульяновские звери, расскажет Ирина Силкина. Здесь строится карантинная зона для рыси, которая приедет с Великого Устюга. Из Водчины Деда Мороза от московского зоопарка к нам на постоянное место жительства приедет рысь обыкновенная. Сейчас для нее готовят карантинную зону. На 35 квадратах рысь будет жить 30 дней. Потом переедет в основной вольер размером около 90 квадратных метров. Благо расширяться есть куда. В этом году зоопарку разрешили разрастись до 10 гектаров. Пять из них будут отданы под общественные пространства и пять под копытных животных, которых ждут сразу после рыси. Это лама, альпака, ну и может быть, друзьями еще оленей, ну европейских уже, пятнистых. Они более дикие, чем северные олени, потому что северные олени более лоскушки домашние. Нет? Наверное, да. Большие пастбища, то есть разделенные по зонам. Зона, например, северных оленей, зона европейских оленей, зона будет, возможно, еще под лани и верблюжьих. Под каждого животного в Ульяновском зоопарке создают свои особые условия. Например, для водоплавающих, лебедей, гусей и уток обязательно наличие водоема, чтобы они могли искупаться и больше двигаться. Птицы, живущие здесь, в основном подбиты и не могут улететь. Кроме уточек. Они здоровые, их никто не держит. Но покидать насиженные места птицы не торопятся. Слишком хорошо им тут живется. Человеческая забота и спасение животных – самый главный принцип зоопарка. Здесь проходит реабилитацию после травм совы и филины, краснокнижной орлы и орланы. Вот этого малыша-косулю со сломанной ногой двухмесячного привезли сюда в июле из Сенгелеевского района. Подранка так и назвали – малыш. Ему много загипсовали и ухаживали как за малышом. Кормили соски козьим молоком. Он к нам прижился и ручной, не боится нас. А это ему привезли подружку. Вот Дашу. Даша, иди сюда, иди сюда, Даша. Иди, моя хорошая. Это его подружка. В Ульяновском зоопарке нередкие прибавления. Вот это одно из них. Буквально неделю назад здесь появились маленькие ягнята. Естественного прироста мохнатого и пернатого населения иногда добиваются с большим трудом. Для страусов создавали условия в течение трех лет. Это большой вольер плюс теплышко. Улицы несутся с утра, эти несутся вечером. Поэтому мы в 5-6 вечера сидим и охраняем это яйцо, чтобы оно не замерзло, и положить его в инкубатор. Для того, чтобы потом его вырастить. Необычайно снежная зима для зоопарка – это большой плюс, рассказывают сотрудники. Есть возможность вести работы по обогащению среды обитания животных. Проще говоря, создавать условия пребывания, максимально приближенные к реальным. Мы прячем, например, оленям северным грибы, ягель прячем под снег, пернатым мясо под снег закапано. Для того, чтобы они максимально двигались и кормились. Зоопарк начали строить в 2015 году. Сегодня его общее поголовье составляет более двух тысяч животных и птиц. А совсем скоро их станет еще больше. Ирина Силкина, Алексей Прохоров, Вести, Ульяновск.